Здравствуйте, друзья! Я Александр Кушнарь на канале Ньюсейдер. И сегодня у нас в гостях историк и философ Игорь Чубайс. Игорь Борисович, здравствуйте! Добрый день! Рад вас видеть. У нас большой перерыв. Да, мы вас тоже очень рады видеть. И давайте поговорим о том высказывании Шойгу, который он неожиданно сделал. Неожиданно, потому что это вообще внезапное заявление, которое непонятно чем мотивировано на первый взгляд. И об этом мы тоже поговорим. Почему именно сейчас он об этом говорит? И второй момент, что вообще это исходит от главы Министерства обороны. Сергей Шойгу заявил о том, что главная угроза России это внутреннее разложение. Давайте для начала попробуем вообще дать комментарий самому этому заявлению. Вы согласны с Сергеем Шойгу? Нет, я не согласен с ним. Я не согласен ни с фактом, ни с его логикой. Вообще тут много странного в этом заявлении. Но начать с того, что он ведь говорил, начал не про Россию. Он сказал, что во всех странах, во многих странах происходит внутренняя деградация общества, это опаснее, чем угроза извне. Ну, то есть он как бы заботится обо всем мире, а не о России. Он заботится о тех самых странах, о которых в конце этой короткой беседы он говорит, что они создали центры по борьбе с Россией. Пропагандистский центр. Об этих странах он заботится. Ну, что это значит? То ли он хочет так загримировать проблему и лукавить. У нас очень любят говорить о проблемах, что они носят мировой характер. Это не чисто российская проблема. Вот он с этого начинает и попадает в некоторый абсурд. Он заботится о странах НАТО, которые являются его противником, о демократическом мире, который с 2014 года вел санкции. Он беспокоится о деградации общества. Если говорить более конкретно по самому этому заявлению, какие-то вопросы возникают. Я вот написал сейчас короткий блог, и у меня там пять вопросов к Шойгу. Вопрос такой. Если в свое время еще Достоевский как бы показал, одна из его ключевых идей заключается в том, что если человек совершает преступление, то виновата в этом не только он, а общество и система, в которой человек действует. Если у нас общество деградирует, то в какой мере виновата государство? Та политическая система, которую называют у нас вертикалью власти, та политическая система, в которой существует чудовищная коррупция общеизвестная, в которой существует аморализм чиновников и так далее. То есть они как бы виноваты, оказывается, в конце мы выясним, что виноваты пропагандистские центры в Риге и в Таллине. А то, что происходит в самой стране, это совершенно как бы ни при чем. Говоря о тех, кто виноват, он намекает. Это те, кто вот сидят в интернете и все время критикуют, и критикуют. Их видят, их замечают, враги нашей страны, их потом используют. А у меня возникает вопрос, вообще самый главный вклад русской цивилизации, русской культуры в мировую культуру – это русская литература. Вся русская литература – это литература критического реализма. И Гоголь, и Салтыков-Щедрин, и Толстой, который тут вроде как вспомнил недавно наше все, наш президент. Вот, если почитать «Воскресенье» Толстого, я сейчас как раз перечитываю, там такая критика и религий, и судоприсяжных, и всего на свете. То есть вся великая русская литература, которая ценится во всем мире, это литература критическая. Если бы это была литература прославления, она просто никому не была нужна. Всякий человек, который, практически всякий человек, который переживает за свою страну, он всегда ее критикует, он ищет слабые места. Давайте вот здесь разберемся, давайте вот это устраним. Его боль диктует его выступление. И не всякий критик прав, это понятно. Но для того, чтобы выправить ситуацию, для этого в нормальных странах существует свобода слова, свобода дискуссии, свобода полемики. И так формируется устойчивая общественная точка зрения, национальное мировоззрение. А Шойку предлагает фактически запретить критику, запретить полемику. Вообще полное единодушие, как известно, существовало только в политбюро ЦК КПСС и на кладбище. Он как бы призывает, видимо, к этому вернуться, что абсолютно неприемлемо. Но когда он говорит о центрах в Риге и в Таллине, в которых борются с Россией, у меня такой вопрос. Но вообще информационно бороться с правдой, одно слово, правда весь мир перетянет. Я не очень понимаю, как можно правдой бороться. Но если такие центры существуют, то он должен был подробнее об этом рассказать. Вот когда Навальный показал свой фильм о коррупции в высших эшелонах, когда он сказал о том, что дворец на Кавказе, это главная взятка в один миллиард долларов, то он не просто это сказал. Он сделал длинный фильм, в котором документы, справки, свидетельства, денежные переводы и так далее. Он все это доказал. А Шойгу просто одной фразой. Вот, Сантрель, вы объясните, вы покажите, вы докажите. Я лично готов вступить в открытую полемику с теми, кто против моей страны. Но тут еще возникает вопрос, а что называть Россией? У нас самый главный вопрос не определен. Потому что Солженицын совершенно ясно показал, это один из принципов его концепции мира. Солженицын показал, что Советский Союз – убийца исторической России. Так вы за какую Россию? Вы за постсовок? Или вы за историческую Россию? Это официальная пропаганда, как бы это ни видит, не замечает эту проблему, не замечает, что император был расстрелян, все учреждения царской России, а потом республиканской России, все были уничтожены, все были распущены. Так за какую Россию вы выступаете? То есть он не определил исходные понятия. И я бы закончил комментировать короткое цитирование Шойгу тем, что Шойгу говорит о деградации, разложении нашего общества. На мой взгляд, правильнее говорить о совершеннейшем разрыве между властью и обществом. Потому что несколько дней назад Шойгу сделал другое предложение. Он сказал, давайте нам надо в Сибири построить пять крупных городов, пять мощных центров цивилизационных, технических, индустриальных, технологических и так далее. И я полностью с ним согласен, потому что невозможно в самой большой стране мира все вкладывается в один город. Это эпидемиологически опасно. Это в военном отношении недопустимо. Это в эгологическом отношении просто абсолютно неприемлемо. У нас растет одна Москва, а государство пустеет. Так вот, Шойгу здесь сделал, с моей точки зрения, совершенно правильное предложение и наткнулся на хохот аудитории. То есть, оппозиционные или альтернативные, скажем так, станции просто его высмеяли. То есть, проблема не в том, что общество деградирует и разлагается, а проблема в том, что полностью отсутствует доверие между властью и обществом. Если Путин сегодня скажет, что дважды два-четыре, я думаю, что значительная часть общества просто его не будет служить, а другая часть ему не поверит. Вот в этом кризис, а не в разложении нашего общества. И так и случилось, кстати говоря, с вакциной «Спутник Ви». Мы не знаем, кстати, до сих пор, сколько она не прошла все-таки международных проверок. Ну, все-таки не ясно, сколько она хороша, но общество по определению не поверило власть. Потому что вас всегда обманывало, так почему бы и сейчас не обмануть? Конечно, обман идет непрерывно. Знаете, не знаю, оставите это в программе или нет. Меня лично очень задело. Вот в прошлом году Путин наконец услышал, что у нас регулярно на радио, на телевидении собирают деньги для больных детей. Ну, болеют дети, ну, очень дорого. И вдруг он отреагировал и сказал, мы увеличим налог на богатеев, на тех, кто имеет доход, не знаю, больше скольки миллионов рублей в год. И эти деньги направим на лечение. Что в результате? Налог увеличили, богатеев прижали, никаких денег для лечения не выделено, и даже объяснений никакого нет. Причем, более того, ситуация возникла еще более критическая, потому что в регионах региональные руководители перестали выделять средства на лечение в надежде на федеральный центр. А федеральный центр просто его сказал и забыл. И дети вымирают, и дети умирают. И это при президенте, который и при вертикали власти, он за все отвечает. Что же он делает? Как так можно? Это же касается всей страны. Ну, на самом деле, только в России, вот из разных действительно стран, видно, как постоянно собирают деньги на больных детей, на сайтах на различных. Помогите вот этому больному ребенку, помогите этому больному ребенку. Такого я не видел, на самом деле, ни на одном, уж во всяком случае, англоязычном сайте. Не знаю, может быть, где-то есть. Но, во всяком случае, это не так все. Да, и когда вот просто всем миром собирают, когда приходится через суды требовать от краевых бюджетов выделить средства на дорогие лекарства, без того, чтобы они сами выделили в соответствии с, вообще-то, обычной своей бюджетной практикой. Вот это все, конечно, уже сайт. Это реальное отношение к людям. Да, у нас же общество разложилось, как говорит Шойгу. Именно общество спасает, но всех спасти оно не может. И часть детей таки умирает в результате. А власти просто объясняют, что у нас плохое общество. Ну, вот, кстати говоря, реакция на заявление Шойгу уже есть со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова, который заявил, что он согласен, действительно, внутренние враги есть. Он перечисляет, кто эти внутренние враги. Частично совпадает с тем, что Нарышкин, глава СВР, недавно сказал Соловьеву, что реальные враги, вот они, либералы, леваки, марксисты, троцкисты, гомосексуалисты, всегда были реальной проблемой государства. Ну, на самом деле, я уточню, что эти категории населения всегда были реальной проблемой для автократического государства, для любого, начиная от гитлеровского и заканчивая советским. Как вы думаете, вот этот поиск врагов народа, он всерьез или это так? Опять же, все декорация, которая, на самом деле, мало чего стоит. Нет, я думаю, что это всерьез, но это имеет совсем другой смысл. Дело в том, что с 1917 года, когда власть захватили в ходе переворота большевики, они все время обещают золотые горы, они обещают, будет коммунизм, рай на земле, мы там перегоним Португалию и так далее, и так далее. И никогда эти обещания не выполняются. Ситуация все время хуже и хуже. И поэтому они вынуждены искать какого-то козла. А кто виноват-то? Ну, никогда не бывает виноват президент, это в принципе невозможно, он всегда прав. Поэтому нужно искать каких-то отщепенцев, которые за все это отвечают. Поэтому вот ищут разных экстремистов всех мастей, ищут иностранных агентов, это просто невозможно слышать. Я удивляюсь, честно говоря, вот я покритикую наше гражданское общество, вместо того, чтобы сделать заявление, которое подписали миллионы людей, у нас нет экстремистов, у нас нет иностранных агентов, это ложь. Я знаю демократическое, там нет людей, которые призывают поднять восстание, хотя не знаю, до чего доведут эти власти. То есть, власть обещает, ничего не делает и сваливает это на мнимых, на мнимых, так сказать, врагов. Но так поступает любой тоталитарный режим. Отсюда все выводы. Отъезд Любови Соболь, вас удивило это? Нет, меня это нисколько не удивило, понимаете, и я сочувствую. Вообще, Любовь Соболь прошла через много проблем, потому что в нашем государстве существует постоянная ложь, пропаганда, лживая информация. И в результате разрушено отношение между людьми. Даже когда человек совершает достаточно смело, отчаянно, решительный поступок, занимает четкую позицию, ему сплошь и рядом выражают недоверие. А, знаем, знаем, а это он специально, а это он куплен. Понимаете, сколько я, ну, я не Любовь Соболь, я не занимаюсь политикой, но я свой адрес очень много такого слышал, и до сих пор есть люди, которые считают, что каким-то образом связан с братом, с которым я не общаюсь, не разделяя его взгляд. Я же не могу каждый день бегать и на лбу писать, что мы разные. Поэтому Любови Соболь и Навальному, кстати, досталось, и недоверие было. Но та ситуация, в которой они находятся сейчас, в которой они попали сейчас, я считаю, что действия Любови совершенно оправдана, это она решает, не любой мужчина выдержит такое давление. Я бы по этому поводу сказал другое, что вот они как-то, наши власти, не знаю, есть у них нормальный курс истории. Кстати, я, может, как-то говорил или не говорил, я общался с разными, с несколькими офицерами, даже генералом КГБ Калугиным, которые, в общем, перешли на сторону народа. И, может быть, самое интересное, что я для себя узнал, что, оказывается, они изучали историю страны по официальным учебникам. Они не знают, какова была реальная история. К чему я это говорю? К тому, что Сталин – это как бы образец тотального давления на всех граждан. И вот это тотальное давление, посадки по разнарядке, когда план приходил в город, в регион, вы должны обезвредить 2000 японских шпионов, они с опережением еще 2100 уничтожали. Так вот, вот это давление, оно оказывается, оно ужасно во всех смыслах, но, кроме всего прочего, оно, в конце концов, привело к бунту. И сталинский режим был надломлен не Хрущевым, не 20-м портсъездом, он был надломлен восстанием в сталинских лагерях. Весной и летом 1953 года и осенью в Иркуте и Норильске прошло два мощных восстания, после чего Хрущев понял, надо ГУЛАГ распускать. Поэтому, и не просто надо, он стал это сделать, он прекратил репрессии, стал распускать, закрывать лагеря. А в 1956 году, когда проходил съезд, уже почти все узники были на свободе. Так вот, если они хотят повторить этот эксперимент, то результат его заранее можно предсказать. Это все равно приведет к срыву, взрыву, к бунту, к слому системы. Вообще, вторая волна эмиграции, если считать, начиная с 2014 года, когда аннексия Крыма случилась, первая волна была. И вот сейчас вторая пошла. Это тоже третья. Первая волна после большевиков, вторая волна после Второй мировой войны, а сейчас третья, иногда даже четвертая. Да, ну, если взять действительно вот такой период, то можно и считать, что да, это третья, и она идет с 14-го. Ну, это можно сказать, что вторая фаза третьей волны. В общем, суть-то в чем? Что, ну, люди потекли, опять же, из России на фоне репрессий, ну, и вообще очень серьезного ухудшения экономической ситуации и на фоне, наверное, утраты надежд на то, что что-то можно изменить. И вот, как вы думаете, вообще это выгодно нынешнему политическому режиму, что люди уезжают, причем разные люди, политические, экономические, да? Кто-то ведь, многие там, десятки тысяч ученых едут за рубеж, потому что они не могут реализовать просто себя в России. Или это все-таки опасность для режима? Как вы думаете, как он это воспринимает? Ну, я думаю, что тут есть плюсы и минусы. Конечно, это дискредитирует власть, это показывает всему миру, хотя мир не очень на это реагирует, но это показывает миру, какая власть существует в стране. Но это один из методов, которые они используют. Понимаете, они много методов, разные методы используют для того, чтобы сохранить существующую систему. Вот сейчас власти как бы готовят общество к выборам, а фактически, если люди будут вести себя активно, то есть, на мой взгляд, бессмысленное участие в этих выборах, они ничего не дают и не имеют никакого результата. То есть, система остается, и она сохраняется. Обычно говорят, я думаю, я проголосовал за наше будущее, я опустил бюллетень за наше будущее. На самом деле вы опускаете бюллетень за наше прошлое, которое не меняется, которое просто въелось в поры кожи. Но нынешние выборы похожи на то, что допускается как бы некоторая смена системы, когда вместо Единой России будут лидировать коммунисты, будут лидировать те, кто, собственно, эту систему породил. Никто другой здесь победить сейчас не может. Прогнозы ряда политологов говорят о том, что Компартия может вырвать победу у Единой России. Но это что хуже, чтобы человека казнили, расстреляли или повесили? Это абсурдный вопрос. В нормальной ситуации человек должен жить. А наши выборы, они определяют, из какого тоталитаризма повернуть в какой тоталитаризм. То есть, у них есть много разных, не очень много, но у них есть определенные методы сохранения системы. Этот метод, ну, в общем, выпускание пара, вот то, что получил с любовью Соболь, но ведь не могут все люди недовольны уехать. Ну, как можно взять, это же просто начать жить заново. Ни языка, ни средств, ничего нет. Как это можно уехать? Он всю жизнь, человек здесь работал, заработал пенсию, а теперь ему приходится куда-то бежать. Это ужасно, ужасно. Между прочим, с этого режима начинал, потому что мало кто знает, у нас об этом как-то редко говорят, но в 2018 году, когда Ленин подписал Брестский мир и сдался тем, кто воевал с Россией, так вот по Брестскому миру четверть населения России оказалось за рубежом, оно было лишено Родины. Они все оказались вне России. А потом еще из России люди бежали. То есть, больше всего им наплевать на людей. И самая главная ценность в этой системе – это сама власть. Любыми способами ее сохранить. Но они разы не понимают, что теряя кадры, они теряют возможность, кстати, поддерживать на минимальном уровне функционирования ту самую инфраструктуру, которая обеспечивает их средствами. Вот посмотрите, пару лет назад большая авария была на нефтепроводе. Кстати, через два года она частично повторилась, но удалось вовремя там остановить. Потом вот на газовом заводе «Газпрома» произошла авария очень серьезная, сейчас поставки в Европу вдвое снизились, потери гигантские, миллиардные. Источник ленты РУ рассказал, что это, в общем-то, видимо связано с устаревшим оборудованием, которое работало, как он говорит, на пределе. Ну и заменить нечем ни людей, ни техники. Так а разве они не подобны ли российские власти вот тому из басни Борову, который жрет дуб, на котором растут желуди, которыми он питается? Ну, вы знаете, у нашей власти, вообще у нас особая система, говорят, что народ не реагирует. Народ всегда реагирует на действия власти. Я еще в СССР в свое время был аспирантом Института социологии, Академии наук СССР, там был единственный в стране сектор изучения общественного мнения, где я был аспирантом. Так вот, мы знали, что всякое повышение цен ведет к... Нет забастовок, нет... Что, все довольны? Нет, просто жутко падает производительность труда. Люди сидят на рабочих местах и ничего не делают. Это фиксировалось рядом опросов. Поэтому у нас особая реакция, особый тип поведения, вот, и особый тип поведения власти. Вот вы говорите про разлив нефти, я бы добавил, что у нас каждый год происходят жуткие пожары. И этот год, опять очередной год пожаров, особенно в Якутии, там чуть ли не сотни населенных путов, людям нечем дышать. Ну, казалось бы, ну, с точки зрения здравоохранения, ну, ведь проблема-то на самом деле, если говорить коротко, проблема простая. Что нужно сделать? Конечно, когда пожар разрастается, когда это тысячи гектаров, попробуй с ним поборись. Но гораздо проще вести контроль ежедневный, и как только загорелось одно дерево, это все можно зафиксировать. Да вышлите вы в бригаду, ну, вертолеты все погасили, все закончили. Так они ничего не делают. Они не могут, у них нет средств, у них нет ресурсов. Они спасают только уже утонувшего. А тонущих и тех, кто вышел на берег, не умеет плавать, они не спасают. И сколько не говорят, сколько не кричат по поводу этих, уже ребенок, у нас ролик идет в интернете, как маленький мальчик обращается к президенту Путину, я хочу жить, мне нечем дышать. А реакции никакой нет. Понимаете, в Грецию послали самолет, послали вертолет, помощь братской Греции. Я так слышал, когда был в Греции, мне рассказали, я не проверял, но рассказывал, что кто-то там из семейства Путина свадьбу устраивал в Греции, там какие-то у них связи особые, контакты. Вот, ну, Греция, да, а Сибирь, ну, а что может сделать Сибирь? Ну, я не буду называть все возможные реакции, но особенность этой власти в том, что она какой-то обладает совершенно особой кожей и особой нечувствительностью, она не реагирует ни на смерть детей, ни на пожары, ни на кризис фундаментальный, а если реагирует, то реагирует определенному всегда виноват народ. Народ у нас разложился, у нас экстремисты, а сама власть белая и пушистая. Вот как раз по поводу реакции народа, да, который известно, что долго терпит, а потом однажды срывает у него, значит, крышу. Значит, вот тут Пастухов написал статью, в которой заявил о наличии у россиян цивилизационного кода, который заключается в том, что они всегда будут выбирать самодержцы. Ну, вот, как бы, вот такой вот был, мне показалось, подтекстный. Это кто написал? Историк Владимир Пастухов в новой газете. Да, ну, тут я вот просто смысл расскажу. Да, вот он такое написал, ну, уже посмеялись тут над термином цивилизационный код, и Михаил Берг сказал, что на самом деле неверно так трактовать историю российскую, что российская история имеет своего рода такой двухтактный двигатель, то есть, да, с одной стороны народ русский долго терпит самодержцы и даже любит его. Но в какой-то момент он его свергает, и он отвергает вообще все то, что было связано с прежней системой, и как бы начинает с нуля, но в конечном итоге рано или поздно он снова приходит к самодержцу, опять революция, опять с нуля, в отличие от Европы, которая развивается диалектически, да, когда вот они переходят от одной коранности к другой, и потом на уровне, так сказать, новом каком-то уже осмысляют прошлое, и на этой базе продолжают развитие, да, а Россия как бы топчется на месте. Вот вы все-таки какой бы точки зрения придерживались, что действительно русский народ обречен, или же что как минимум действительно это своего рода маятник такой, и если это маятник, то есть ли вообще возможность выбраться из вот такого вот маятника и перейти все-таки, знаете, ну на такое вот спиралевидное развитие? Значит, я абсолютно не согласен с концепцией, которую вы коротко представили. Фактически эта концепция убивает Россию, она подпевает власти, то есть как бы народу некуда деваться. Он такой, понимаете, если человек родился, не знаю, без руки или без глаза, ну поздно что-либо делать, потому что вот такой дефект произошел, да, вот. Я с этим абсолютно не согласен, я считаю, что и не просто не согласен, у меня книга, совсем недавно новая книга, где в частности в значительной степени об этом говорю, значит, ну во-первых, ну начать с того, что, ну я не знаю даже, что, ну в России были протесты, в той, до советской, когда людям не нравилось, было восстание Пугачева, было восстание Степанова Разина, был целый ряд бунтов, хотя никак нельзя историю России рассматривать как историю бунтов, это тоже неверно, потому что история России достаточно устойчива, стабильна и так далее, и так далее. Во-первых. Во-вторых, если режим был такой кровавый, и это большевики продолжают этот режим, я только одну цифру назову. За весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. Не 41 миллион за 100 лет, а 41 человек. Православная власть, не уби, не укради, православие делало всех людей братьями, связанными с существующими в одной стране. И русская история имеет свою совершенно четкую логику. Но если говорить о заключительном этапе, то есть Россия с 1325 года по 1880 год непрерывно расширялась, происходило собирание земель, и главный принцип, главная задача была создать мощную страну, которой не страшна будет никакой ордынской иго, которая всегда выстоит. Главный был количественный рост. А с конца 19 века Россия начался удивительный качественный развитие. В России на протяжении 3 века были самые высокие в мире темпы экономического роста. 7% в год ежегодно, с 1680 по 1717. Самый высокий демографический рост, то есть население не вымирало, как сейчас рождалось. Я еще одну цифру назову, хотя в эфире как бы цифры не очень интересно. Но с 1860, с 1865 по 1114 средний рост призывника русской армии увеличился на 6 сантиметров. Наши парни стали крепче, здоровее. Это не дети членов политбюро, это крестьянские дети. То есть жизнь стала лучше, эффективнее, качественнее. Мы выходили и с конца 19 века мировая пресса, но европейская пресса ввела термин русское чудо. Русско-экономическое чудо, мы развивались быстрее всех. И беда наша началась не с принятием православия, не с царизмом. Царь Михаил Федорович Романов, он вытянул Россию из смуты, в которую она попала в времена Грозного. А все наши беды, настоящие беды, непреодоленные, начались после большевистского захвата власти. Вот с этого момента власть стала абсолютно инородной, поэтому она держится только за счет репрессий. Ну, еще две цифры, начало 20 века. В России пенитенциарная система, суды, тюрьмы. Значит, в России в тюрьме было 70 тысяч человек, а ссылка тюрьма 70 тысяч человек. А сегодня у нас в тюрьмах более полумиллиона человек, а население меньше, чем в 2017 году. То есть, Россия была нормальной, успешной, преуспевающей страной, и все было сломано в ходе большевистского переворота. Ну, наверное, не просто же так все-таки это происходило. Наверное, большевики же не на ровном месте появились. Значит, были противоречия какие-то в обществе. Вы знаете, значит, большевики появились в каком-то смысле совершенно на ровном месте. Потому что вот только что вышла книга, я могу показать оппонентам русской революции, Ева Флейшхауэр. Это потрясающее исследование с ней в переписке. Она изучала 10 лет, она изучала русской истории на протяжении, то есть, с 1605 по 1617 год она переработала все архивы, документы, хроники и так далее. И вот она показывает, какую колоссальную роль в большевистском перевороте сыграла Германия. То есть, Ленин не просто был немецким шпионом, не просто был руководителем немецкой резидентуры. Он без немцев ничего не мог сделать, он не удержал бы власть. Вот немецкие войска были. Вы знаете, что в 18-м году, когда они уже убежали в Москву, сделали столицу Москву, москвичи для того, чтобы решить какие-то проблемы, обращались в немецкое посольство, оно руководило жизнь в стране. То есть, здесь эти цифры, факты, когда Ленин в апреле его перебросили в Россию с этим сам пломбированным вагоном, он через неделю начал выпускать примерно 200 газет. Чудовищная пропаганда. Он получил только в этом поезде, он на ночь останавливался в Берлине, там были проведены договоры, получил колоссальные средства, колоссальные финансы. Редакторы этих коммунистических газет получали примерно в пять раз больше зарплаты, чем редакторы русских газет. Сотрудники этих газет получали колоссальные финансовые, так сказать, содержания. Но все это подробно описано в этой книге. Но есть, конечно, и другие, это не единственное, и в каком смысле первое настолько фундаментальное, это почти тысяча страниц, и все это описано. Поэтому это просто началось с обмана, они же наобещали. Ленин пришел к классе с лозунгом «За выбор в учительное собрание, за мир без аннексии и контрибуции» и моментально превратил в мир с аннексиями и контрибуциями, разогнав учительное собрание и так далее. А дальше уже было поздно, они создали ЧК. Когда человека загнали в тюрьму, у него не спросят, а что вы отсюда не бежите, да? А куда же ему бежать? То есть, эта ситуация в каком-то смысле, говорят, наш народ плохой, народ плохой. Это примерно то же самое, что сказать, а что же евреи-то, что же они в Освенцим поехали? Ну, скажем, не хотим, там времени, другое. Их что, спрашивали, что ли? Их сжигали. Вот похожая ситуация с Россией, которая под видом высшего и лучшего будущего сели на голову бандиты, сели на голову уголовники и контролирует эту страну до сих пор. Ну, спасибо вам большое за этот вот анализ. Действительно, давайте изучать историю и конкретные факты для того, чтобы понимать, что на самом деле происходило тогда и что сейчас происходит. Игорь Борисович, спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо вам, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами. Будем свободны. Попробуем. Подписывайтесь на наш канал и при желании можете поддерживать нас через Patreon, другие ресурсы, ссылки найдете в описании к этому видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok